Да, мы в прошлый раз немножко запугали друг друга некорфильскими всякими разговорами про заключение союзов со смертью. Вот был у нас такой страшный момент. И сейчас на эту тему как раз идет разговор. То есть ответ, наш ответ Чемперлену, наш ответ руководству еврейского народа, которая решила поиграть в эти вот чернокнижные игрища, связанные с всякими некрасивыми ритуалами, союзами со смертью, как мы на это реагируем. Очень любопытно, что как вот здесь объясняют Раши, и как мы уже прочли и начали медленно это разбирать, тут вдруг появляется пасух Промашииха, очередной пасух Промашииха, который четко в трех элементах, в трех видах описывает его и его функцию. Надо сказать вообще, мы с вами об этом неоднократно упоминаем, что пророк Ишаялу Промашииха написал много. И разных вещей, в том числе, как известно, наши главные идеологические противники считают 53 главу пророка Ишаялу едва ли не единственной главой вообще всех пророков и писаний, потому что остальное читать особо не имеет смысла, поскольку там про это не написано. А вот в 53 главе написано, что он терпит наши грехи, он несет на себе наши страницы. Про кого это написано, там не сказано, конечно, да? Но поскольку им хотя бы что-то, хотя бы какая-то часть одной главы всего Танаха подошла, это было немедленно, понятно, разрекламировано, об этом везде говорится, что это неопровержимое доказательство истинности Нового Завета. К сожалению, если посчитать остальное, все, все вообще, не только в других пророках, но даже в пророке Ишаялу. Ничего похожего на эту личность, которая не так отстаивает, из-за которой так беспокоится, конечно, нет. Ну вот, в одной главе, в ее части, что-то нашлось похоже, да и то традиционное объяснение говорит, что это не про Машейха вообще там написано, а про еврейский народ, который является, ну, нельзя сказать, конечно, мальчиком для битья в течение всей человеческой истории. Это будет грубовато сказано. Оно и есть. Да, но то, что он на себе несет ответственность за все, что происходит в мире, это как раз... За то, что не происходит тоже. Это то, что не происходит, это же могло бы быть и не произошло и так далее и тому подобное. Во всех вариантах мальчиков это факты. И поэтому, вот в 53 главе это написано. Но в данном случае, в 28-й, таки да написано про Машейха. И он очень интересно называется и очень интересно формулируется его функциями. Давайте мы быстренько еще раз посмотрим этот 16-й стих, последнее слово на странице, да? Лахен. Поэтому, Ко Амар так сказал, и дальше видите, какие имена Всевышнего. Ашем Элуким это читается. Первое имя Алибдалит, ну, не Ут, а До, то есть это то имя, которое означает Шехину, присутствие Всевышнего в этом мире. А потом четырехбуквенное имя Творца огласуется не так, как обычно, огласуется, как Элуким. Не как обычно огласуется оно четырехбуквенное, а огласуется, как качество суда. То есть это два имени Творца, которые обращены в сторону суда больше. Это потому что здесь точка О и Л. Да, да, да. Видите, под Ю там этот самый Сегол, да? Е. То есть это как точно как огласуется имя Элуким, так огласуется четырехбуквенное имя. То есть как бы в имени Милосердия выделяется элемент суда. В чем дело? Дело в том, что понятно, что приход Машиха не связан, к сожалению, наверное, для нас с вами, с тем, что он будет ходить везде и всех гладить по головкам, всем раздавать конфеты. Если бы так, вообще было бы прекрасно. Но, к сожалению, судейские функции... Конфеты всех не хватит. Да. Мягко говоря, игру гружается. Не то, что не хватит, может быть, даже до какого-то момента даже не начнут раздавать. Понимаете? Сначала будут чистить это самое пространство, для того, чтобы остались те, кому-то, кида, может быть, в итоге достанутся конфеты. То есть это целый процесс, как вы понимаете, тяжелый очень. И здесь это тоже связано с судом, появлением Машиха. «И ныни, вот я». Когда говорится «и ныни», это означает, что Творец готов это сделать. «И сад», как мы говорили, установил, переводили уже этот пазок, «бецеон в Сионе авен». То есть «эвен». Камень, камень. «Я», говорит, «основал в Сионе камень». Маших называется словом «эвен», «камень». Вообще, вы знаете, что слово «камень» – это очень глубокое слово в еврейском языке, и, как наши каббалисты говорят, оно означает на самом деле букву. Что вот как бы камни – это буквы, а дома – это слова. А город – это, может быть, целая книга. Людям, которые занимаются строительством, не лишнее узнать эту замечательную метафору. Потому что архитектура, если посмотреть с другой стороны, она несет информацию, это как книга. Правильно понимающий архитектуру человек, который смотрит на то, как застроена местность, там профессионал не даст соврать. Какой высоты дома, какая застройка, какие стены у них из картона, понимаете, вот из этих самых, из коробок из-под обуви, да, стены сделаны. Или они сделаны добротно, по-настоящему, из камня и обложены деревом, там все это. То есть, все вот это показывает вообще, что за местность, что за люди, город, способ его застройки. Естественно, есть старость этой застройки. Все-все-все, что касается архитектуры. Очень многое внимательному наблюдателю может рассказать о тех людях, которые там живут, как они живут, что это за люди, вообще, что это за культура. Очень многое рассказывает застройка, очень многое рассказывают дома. Поэтому метафора здесь, когда написана в Танахе, там часто, в метафорическом плане у пророков, про камни, про дома и про города, это идея несения информации. Буквы, слова и целая книга. И в данном случае, в Машиах, он как будто бы является буквой. Это Эвен, камень. Это как бы некий важнейший камень, кровоугольный, как сейчас будет сказано, вокруг которого все происходит. То есть, он является основой для грядущего строительства. Один камень, вокруг которого потом все соберется, еще другие-другие многочисленные камни, и будет воздвигнуто здание. Мы понимаем, что этим зданием должен быть храм. То Машиах как будто бы объявляется главным кирпичом, ну, так сказать, базовым, основным, как, знаете, закладывают первый камень, есть такая процедура. Так вот это вот заложение первого камня нового мира, храма, нового состояния святой земли, это вот, собственно, этот человек. Как тот камень, первый камень, с которого начинается строительство. Теперь бецион, как видите, да, в сегодня он находится, камень. И теперь три формулировки, на которые мы в прошлый раз уже обратили внимание, не успели объяснить. Эвен Бохан. Камень, который называется Бохан. Вообще, слово Бохэн, например, про Всевышнего сказано, что Бохэн клоет в лев, он испытывающий почки и сердце. То есть он испытывает человека, он проглядывает его насквозь. То есть как бы экзаменовать. Сегодня слово Мивхан, происходящее, Лебехина, происходящее от этого корня, это экзамен просто. То есть Лаамонба Мивхан, это сдавать экзамены на современном языке. То есть Господь, который экзаменует человека. В таком абсолютном смысле этого слова экзамен, не то, что приемная комиссия. Так в данном случае, конечно, слово Бохан в прямом смысле не означает экзамену. Оно означает укрепленный, крепкий камень, мощный камень, как здесь объясняют коммендаторы, именно крепкий камень, тот, который не разбивается. И второе, пинат и крат, то есть угол драгоценный, то, что мы сказали, можно сказать, краеугольный камень, так, литературно переводя, да, угол драгоценный. Это тоже надо понять, что это такое. И, наконец, два одинаковых слова, первое существительное, второе прилагательное. Мусад, мусад, основа, которая основана. То есть основа основ, можно сказать, основа всех основ. Что здесь Мальбин говорит на эту тему? Он говорит, что в этом камне есть три аспекта. Аспект номер один, это из чего он сделал. Понимаете, насколько важно, чтобы качество строительного материала, опять-таки, профессионал подтвердит наше соображение, качество строительного материала было на уровне. То есть тогда, когда тебе привезли весь кирпич, который нужен, то есть даже никто ничего не украл, даже не было никакой сушки и тряски, привезли все. Может быть, это из области ненаучной фантастики, но, допустим, это произошло. Привезли весь кирпич, но он весь крошится. Он плохо сделанный кирпич, никак качественный. Даже если он у тебя весь есть как надо, столько, сколько нужно, что ты из него построишь. То есть это будет сплошное мучение, это будет все опаснейшее вообще мероприятие, потому что если из некачественного материала строить, это все на секундочку может развалиться. Довольно быстро. Поэтому сам материал должен быть крепким, качественным. Поэтому этот камень, он бухан, он испытанный, да, в данном случае. Проэкзаменованный камень. То есть этот камень, из которого будут строить, он проверен. Он не будет крошиться, как пишет Маня. Это раз. Дальше в отношении его значения и формы. Потому что вы знаете, что есть материалы, которые ставятся в разные места. Я испытываю очень неудобное чувство, что в присутствии профессионала, так сказать, в области строительства я рассказываю эти вещи, но это здесь в смысле именно метафоры употребляется, да, что есть некий блок, из которого делается что-то внутри стены, на что не надо смотреть. Но есть, как говорится, отделочный камень. То есть есть то, на что снаружи будут смотреть. То есть этот камень не просто качественный по своей структуре, он еще и красивый, он еще и презентабельный. Угол драгоценный. Почему угол? Потому что угол это же место в доме, на которое могут смотреть с разных сторон. С двух сторон его видно. Угол, да? И поэтому на углу вроде как должно быть что-то приличное. Он не должен быть обшарпанный, этот угол, да, должен быть какой-то угол такой, на который приятно посмотреть. Вот этот вот краеугольный камень, находящийся на углу, он еще очень красивый, так сказать, не стыдно его показать. Он очень высокого качества. Не только крепкий, но и качественный с точки зрения, так сказать, внешности. Это вторая вещь. И третья вещь, смотрите, основа-основу. Это что такое? Значит, это тот камень, на котором надо строить все остальное. То есть он стоит не просто где-то сверху в этом углу, он стоит внизу, вот внизу его поставили углом, и вокруг него начинается строительство, он на себе очень многое, этот большой угловой камень, держит. Как правило, опять-таки, это известная вещь, не бывает такого строительного материала, чтобы он был и внутри качественным, и еще красивый снаружи, и еще и чтобы на нем все строили. То есть это очень часто бывают три разных вещи. Крепкий, обычный такой кирпич, рабочая лошадка, которые кладут в стены, и отделочный материал, который, может быть, довольно-таки хилый, но он просто сверху для того, чтобы красиво было. И, наконец, основа, которая вообще может не видать, это совершенно из другого, может быть, там, бетон заливает какой-то в основу. То есть это совершенно разные вещи, может быть, три разных вещи, о которых здесь идет разговор, строительство. Но в данном случае речь идет, что этот Машеев, это будет такой камень, который сочетает в себе в строительном плане именно все эти три функции. В чем дело? Что означают три функции такие у Машеев? Получается достаточно четкая прозрачная метафора. Во-первых, этот человек сам по себе очень крепкий. Сам по себе очень качественный. Что значит сам по себе, не сам по себе? Вы понимаете, внешне очень многие люди выглядят безупречно. В смысле наших еврейских ценностей. Вы знаете, бросьте на них взгляд, и ты сразу видишь, что перед тобой цадок. Большое правильное. Телкие ноги, белые носки. И так далее. А, кстати говоря, один из наших очень близких друзей на Святом Городе выпустил потрясающую книгу. Я надеюсь, я смогу ее привести к вам на реализацию. Это, значит, 72 страницы. Красивая, иллюстрированная художник. Все виды одежды евреев с объяснением, зачем они нужны. Да? Со всеми этими белыми чулочками. Потрясающе. Он мне несколько разворотов потрясал. Очень интересно. Вот. Может быть, мы привезем. Это не окунь? Не окунь. Не, не, не. Снаружи посмотреть, загляденье просто. Просто теряешь, да, речи, какая красота. Но тут же в чем дело? Это внешняя красота. Она обязательно должна сочетаться. Знаете, как написано в святых книгах про эти камни. Это очень известное место в Талмуде, в нескольких местах Талмуда. В том числе, понятно, в трактате Йома об этом говорится, в известнейшем отрывке про то, что знатоки Торы должны быть еще и очень боговоязнными людьми, очень хорошо себя вести. Да, в трактате Брохес говорится, что Рабак Гавлиэль, наш суровый глава поколения, он объявил, «Коль талмит шейнтов кеброла, его любит омитраж, всякий ученик, у кого внутренние, не соответствует внешнему, пусть не приходит». Так сказать, просьба не беспокоит. Очень интересно, что никто не пришел, да? То есть, тогда были люди, которые совершенно по-другому себя оценивали. Они понимали, что если я сейчас со своими внутренними тараканами, которых никто не знает, к такому человеку, как Рабан Гавлиэль, попрос учиться, он меня отсканирует своим орлиным взором и скажет, «Ты чего пришел? Будет стыдно, выгонит». Поэтому не приходили люди, которые понимали, что у них вот эта замечательная внешность талмудиста со всеми ее элементами, шляпами, цицитами, пенсами, все-все-все на месте, что она немножко более хороша, чем внутреннее содержание, они просто оставались дома. И когда, наконец, этот запрет был снят, и когда Рабана Гавлиэль уволили и сказали, что все, все ребята, которые хочут изучать Тору, все пусть приходят, ничего страшного, и прямо там была толпа такая, которая просто все снесла, еле-еле уместились люди. Так это называется Талмид Шейн-Тухок-Ибро, ученик, у которого внутренность не соответствует мне. Этот камень-машина, это как раз человек удивительно сбалансированный, что внутри он очень крепок, внутри крепок, а внутреннее строение этого камня, оно замечательно, замечательно, ничего не крошится, ничего не ломается, даже внутри. Снаружи тоже, понимаете, декоративный камень, красота невозможна, да, то есть он и внутри, и снаружи он хороший. Ну и главное, что люди, которые внутри, и снаружи хороши, обычно их водят под ручки. Даже в Талмидические времена так было, значит, знаменитая история про наших законодателей, которых вели, вели вот так вот, поддерживали под ручки, и он еле-еле шел, и он был такой слабый, и потом, когда подломилась баня, вы знаете, у них были страшные эти бани, как евреи всегда любили мыться, я все время это привожу, знаменитые эти отрывки из трактата Шаббат, в Тубот написано тоже, что, значит, огромная яма, там костер внизу и сверху настил, понимаете, этот настил постепенно, естественно, этим костром подтачивался, да, и в итоге в какой-то момент это все могло обрушиться в костер вместе с моющимися, понимаете, и вот когда это наконец происходило, и вот это вот наконец произошло, этот старичок, который еле-еле ходил, ну и еле-еле, на нем висело оба его охранника, и он выкарабкался с ними вместе, на себе их вытащил. Могучий человек оказался физически, и в итоге вот они сидят на этих догорающих поленьях от этой, так сказать, бани, и они спрашивают, Рэм, шо ж такое, почему мы вас водим за локотки, у вас же такая, шо я буду делать в старости, надо экономить силы, так что, пожалуйста, пошли дальше, да, то есть тогда, когда нужно, эта огромная мощь, она включается, но когда не нужно, пусть водят под локотки. Так это были старые добрые, это в мутические времена, которые не касаются Машиек. Машиек – это человек, на котором будут строить, на нем как раз все будут висеть, то есть он будет брать на себя ответственность, вы понимаете, что это единственный человек, это, в общем, одна из вещей, по которым в наше время будет очень легко определить, что это Машиек, не все, так сказать, еще нужно много других вещей, это не все, да, но это одна из вещей, это абсолютная взятельность и ответственность за построение храма на храмовой горе, да, то есть там же нужна строительная площадка, а там на строительной площадке… Уже что-то есть. Да, что-то уже стоит, понимаете, и расчистка строительной площадки, вы понимаете, она мгновенной войной обернуется, мгновенной. То есть, когда снимается золотая кипа, тут же автоматически начинается война, причем все, все начинают воевать с еврейскими террористами и волюнтаристами, которые взяли, прямо сняли все это, демонтировали и пытаются там начать строительство своего этого. Поэтому никакой псих этого никогда не сделает, если этот человек не является Машиеком, тогда это не псих, а тот, кто действительно является вот этой основой основ, тот человек, на котором начинается строительство. Вот он как раз эту строительную площадку готовит, и как бы на его плечах, то есть на его ответственность все это идет. Поэтому три вот этих вот элемента – камень, всем камням камень, и это вот Машиек. И здесь добавляется в конце этого стиха «Амма-амин ло-я-хиш» – тот, кто верит, не подгонит, не торопит. О чем идет разговор? Вы понимаете? Да, конечно. Здесь написано в начале пасуха «Иныни» – вот я. То есть творец говорит, вот я прям готов уже, вот сейчас. Ничего себе я готов. Никого, ничего себе вот сейчас. Если с этого времени, понимаете, прошло две с половиной тысячи лет, и вот, а ныне там. Что ж такое? Где же вот я? Так здесь, чтобы специально, для самых умных написано, да? Каким болтом? Нижепоименованным болтом. Правильно надо инструкцию читать, понимаете? То есть вот «Амма-амин ло-я-хиш» – тот, кто правильно к этому относится, тот, кто верит в это пророчество, должен понимать, что торопиться не надо. Это «вот я», оно всегда готово к тому, чтобы осуществиться. Но это совершенно не означает, что оно осуществится быстро, и торопить это нельзя. Потому что, естественно, как только человек начинает торопить конец истории, получается только хуже, мы неоднократно об этом говорили, это автоматически так происходит. А как люди могут торопить, провоцировать, вы имеете в виду? Например, у нас есть целый ряд товарищей, которые имеют следующую логику. Как сейчас помню, я эту логику процитировал своему рэбе в 1992-м, примерно, году, по их летоисчислению. То есть тогда, когда еще соответствующий лидер поколения в Америке был жив. Вот, величайший мудрец и лидер поколения у хасидов определенных, вы знаете, кого я имею в виду, если не узнаете, сейчас вспомете. И я процитировал моему рэбе его сторонникам, которые говорили так, что делает ребенок для того, чтобы получить от папы конфету. Он и это делает, и то делает, а папа ему говорит, тебе вредно, без зуба заболеть, и не дает. Тогда хороший еврейский мальчик, что он делает? Видит, что папа вот у него в кармане эта конфета, и он не дает. Он говорит, боруха, атоа, шемелу, кейну, мяну, каламча, ахоль, ебидору, говорит, браху. И ребенок сказал браху на конфету, что не дать ему, будет пустое благословение. Ребенок получится попусту произнес имя Всевышнего, нельзя этого допустить. Поэтому отец, крыжащий зубами, вынимает эту конфету и отдает ребенку, потому что ребенок его вынудил. А если у него нет конфеты? Ну, если нет, тогда ребенок очень зря сказал браху на еду, надо иметь в виду, что еда ивейлобл, что она находится очень близко, и что ее... Это еврейский ребенок, он знает, что там есть конфеты. Он очень хорошо, мальчик должен рассчитать. Так что? Они говорят, мы хотим сказать браху на машиаха. То есть мы хотим сказать всему с нему вот такую браху, чтобы творцу просто ничего не оставалось, вынуть из кармана этого машины, эту конфету, и... Я эту гениальную теорию изложил моему рыбе. Как сейчас помню, такая абсолютно каменная лицо, ну, история веселая, конфета, ребенок, с каменным лицом. Лобби-дию. Неточные сражения. Это неточные. Это все, что он мне сказал, да? То есть конфеты с ребенком, это одна история, а браха на машиаха, это совершенно другая история. Что такое браха на машиаха? Поскорее, да? Что люди прямо вот с ума сходят, скорее, 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 вот мы уже хотим. Конечно, мы его ждем. Его надо ждать. Но написано в Талуне, что сын Давида приходит при отвлечении разума. Что это такое? Это не тогда, когда происходит истерика и битье головой об стену. И выпрашивание у Бога, дай скорее машиаха. Как они говорят? We want машиах now. Есть такая песня, да? Которая поступает. Слоган, который постоянно повторяется. Не тогда, а как раз тогда, когда ты за ним ждешь. Но ты при этом занимаешься своими делами. А дел у еврея просто непочаток. Короче, не все книги прочитывают. И вместо того, чтобы кричать, что ты хочешь машиаха сейчас, успей до прихода машиаха хотя бы Талмуд дочитать уже. Уже что-нибудь доделай, дочитай. Какую-нибудь книгу умную. В общем, короче говоря, кроме ожидания машиаха есть очень много заповедей. И вот ты параллельно ожидая его, исполняешь свои обязанности, и тогда все будет нормально. Но вот это вот. Называется литхок. То есть стеснять конец истории. Понимаете, пытаться выжить это спасение, это как из тюбика выжимать. Зубную пасту. Нельзя этого делать. Вы знаете, что мы неоднократно с вами вспоминали, как написано в концертнике Брейшес, значит, перед смертью, что сделал Иосиф от имени своего отца Якова, что Иосиф заклял своих братьев, что Всевышний вас вспомнит. Что это означает? Шлоид хакует акет, говорит Равеха Балатурим, чтобы они не стесняли конец изгнания, чтобы они слишком сильно не молились, чтобы они не устраивали вот эту вот истерику вокруг этого дела. Все будет. Торопиться. Не надо. Почему не надо торопиться? Потому что история человечества – это не просто мучительный кровавый процесс. Это мучительный кровавый процесс, в котором постепенно происходит исправление мира. Если ты начнешь сейчас все это, так сказать, купировать, ускорять и сокращать, то исправление мира, во-первых, не наступит, не получится. А во-вторых, тот темп, с которым это происходит, может сбиться. То есть ты можешь сбить вот эту тонкую гармонию исторического процесса своими этими истерическими воплями и стараниями. Поскорее, поскорее, да? И начнется сумятиц. Начнутся, не дай бог, какие-то ужасные исторические процессы и события. Мы об этом неоднократно говорили. Поэтому, пророк Ишия говорит, ни в коем случае ничего не пришпоривать. Это, в общем, довольно медленная кобыла. Она плетется так, что иногда хочется не только ее потерпеть, хоть и на руки взять, уже бегом бежать. Не надо. Пусть идет в своем темпе. История человечества совершенно не просто так идет, именно так, как она идет. Тут у всего есть свой смысл, свое развитие. И вот так это все движется до своего ледологического конца. А что, если произносить браку на приход Машиха, это что, может что-то изменить? Ну, не то, чтобы прямо изменить, но это может спутать все. Понимаете? Потому что, когда человек постоянно кричит, дай скорее, 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 в конце концов, молитва – это очень сильная вещь. Это огромная энергия. И ты этой энергией прям сбиваешь все. Оно как-то идет уже. Есть какой-то определенный темп. Оно куда-то идет в смысле, так сказать, исправления и вообще общей идеологии, процесса. Оно куда-то движется в своем темпе. Нет, ты, это там, слон в посудной лавке туда влез, говорит, не надо вот этого всего, давай, скорее, скорее, скорее. И все испортит. Ну, не все, все испортит. Всевышний ему совершенно невозможно. Но некоторые моменты усложнить, конечно, можно, если начать в это все пытаться, в этот тонкий механизм, в эти шестеренки влезть. Посуд Хюдзайян говорит, 17 стих, да? Весамти я поставлю мишпат суд ле кав. Линии. Помните? Кав ле кав. Линия к линии. Что люди там к линии божественного суда подставляли свою линию. То есть они постоянно подставляли свой способ мышления и образ жизни, который брался из-за долопоклонства. И мы сейчас дойдем до вершины этого противопоставления. Чудовищная фраза у пророка Ишиева нас ждет на эту тему. Уцдака. А, цдака, как вы понимаете, милостынь и милосердие. Ле мешкаль. Это будет мешкаль. То есть мера веса. Грузик для весов. То есть линия, отвес, по которому, как мы говорили, сверяли, чтобы стена стояла ровно, прямым углом. И вес, по которому, значит, определяли, собственно, когда взвешивали продукты, грузики эти, гирьки. Это вот что будет? Это будет мишпа, тудзака. Суд и милосердие. То есть базовые понятия, они должны быть этими весами. То есть они должны определять поведение человека. И дальше вот это по поводу смерти. В-я-а. Удивительное слово. Я-а. Оно крайне редкое. Может быть, ну, редчайше. И другое место мы найдем, где оно употребляется. Значит, я-а это как бы выметит. В смысле разрушит, конечно. Но именно от слова «выметать». Выметит барад, град. Градом выметит. Градом выбьет. Махсе, покрытие казах, лжи. Мы с вами говорим, что казах – это долгая, это играющая ложь, когда один человек долго-долго другого обманывает. Весетер и тайну, а это была шекер, помните? Короткая ложь, которая очень быстро, значит, открывается. Тайну этой лжи маим воды ештофу смоют. То есть, градом выбьет ваши длительные ложные теории, то есть, это более сильное средство, а просто водой смоет мелкие обманы. То есть, это абсолютно все не будет существовать, и ничего с вас не получится. И видите, что написано дальше по сухе идет хэт – Вэхупар! И будет отменен в данном случае. На изобретении фа. Бритхэм ваш союз – эт мавет со смертью. Ваш замечательный союз со смертью будет отменен, ничего у вас не получится. Никак не удастся заклясть ангела смерти и с ним договориться. Он все равно будет продолжать свою работу. Вэхазут хэм, хозэ, и ваш договор. Помните, мы с вами говорили, что хозэ – это контракт. Такое слово, да? Эт шэоль с могилой, ло таку не устоит. Никаких контрактов с преисподней тоже не будет. И то, что они сказали, что ударяющий, удар, который смывает все на своем пути, он нам не страшен. Вот этот шот, шот-эф, игра слов шот-шот-эф, да? Удар смывающий. Ки, когда я-авор, когда он пройдет, тогда би-и-тэм вы будете ло для него лэммер-мас. Растопчет. Ну, он вас растопчет, этот удар. Он вас уничтожит, разморжит этот удар. То есть, никаких средств против вот этого вот взыскания со стороны Творца у людей не будет. Сейчас мы еще один посылку прочитаем, и на 20-м стихе остановимся. Как это все будет происходить? И оно будет происходить быстро и постоянно. Мидей овро. Когда постепенно это все проходит. Заберет вас к бабоке, потому что с утра, бабоке, с утра, все время с утра, бабоке, бабоке, два раза, да? Утром-утром. Я-авор пройдет боем днем у Балайла, и ночью. Сначала эта беда, она будет по утрам, а потом она станет днем и ночью, постоянно. Сейчас мы объясним, почему. Веая и будет рак только зеваа, ужасом. Для кого? Для гавин шмуа, понимающего слух. Что значит ужасом понимающего слуха? Очень просто, что тот, кто услышит о том, что происходит с евреями, он будет в ужасе. То есть, даже человек, который, в общем-то, может быть, евреям сильно не сочувствует, но когда он будет по-настоящему узнавать, что с евреями происходит и что с ними происходило, он будет впадать в ужас. Это, в принципе, известный эффект одного из самых страшных светских учреждений по стране Израиля, музея Ядвашем. Вы знаете, что когда туда попадают даже, в общем, не очень любящие евреев, прямо скажем, люди, если они туда попадают, то они оттуда выходят другими. В принципе, этот музей очень полезен для неевреев, их туда надо вводить, надо им это показывать, потому что таким образом, в общем, они меняют до какой-то степени, а некоторые радикально, свое отношение вообще к еврейскому вопросу. Им, ну хотя бы на моменте, хотя бы на какое-то время становится все-таки людей, даже если они евреи. То есть, такой эффект имеется. Так вот, здесь речь идет о том, что всякий человек, который Гавин, Шмуа, который поймет, что вообще происходит, он будет впадать в ужас от того, что будет происходить с евреями. Что такое по утрам, по утрам, а потом постоянно? Мы с вами говорили, что утро – это небезопасное время в смысле выпускания гнева Творца. Что мгновение гнева, когда гнев Творца выходит в этот мир, это время утра, когда взошло уже солнце, и когда, нормально ли вы уже давно встали, а сейчас вот только встают цари, как написано в Мишне, да? Встают люди, власть имущие, которые там допоздна отдыхали и развлекались с кем-то, вот они, наконец, встают, и вот когда они встают, написано в Талмуде, что они поклонялись солнцу в старые добрые времена, во всяком случае, всяким идолам. И в этот момент, когда люди, которые властвуют другими людьми, поклоняются идолам, важные люди, в этот момент выходила порция гнева Творца. Мир, она, в общем, всегда выходит в этот утренний час. Рав, но мы говорили, извините, мы же говорили, что утро – это время благословения. В начале, да, когда становится больше света. То есть, что, во время сумерки? Ну, когда идет рассвет и становится все больше света, это очень хорошее время. В этот момент мы соединяем Юлу и Фила, мы молимся, заканчиваем молиться Шма и начинаем молиться Амитту. Да, это очень известный момент, это очень замечательный. Но потом, когда Солнце уже полностью взошло, позже гораздо, в этот момент возникает такое пульсирующее, страшное, вроде выстрела, выпускание в мир гнева со стороны Творца. И вы знаете, что это время знал Белам, и он как раз хотел это время подгадать и как раз в этот момент сказать «уничтожить», да, Калеба, вот на это время. Ну, и тогда Творец этого просто не делал. Поэтому здесь пророк Ишиаев говорит, что вообще неприятности, они все время будут утром, бобокер-бобокер, каждое утро, сначала. То есть, сначала вот этот гнев просто будет расширяться по утрам, а потом это уже все займет целый день, да, неприятности будут постоянные. Теперь я обращаю ваше внимание на 20 стих. Это удивительный пасок совершенно. Во-первых, он совершенно непонятный, с первого взгляда. Во-вторых, он совершенно удивительный потому, что, что из него учит Толу. Ну, смотрите. Вроде бы мы говорим о том, что еврейское начальство, да, люди в Иерусалиме, которые там выпивали, которые прожигали жизнь, которые говорили, что нам сам черт не брат, в прямом смысле этого слова, сам Сатан нам не брат, вообще мы заключили союз со смертью, вот такие абсолютно наглые люди, да, они будут наказаны и все будет разрушено. Так тут ставится слово КИ, ИБО, да, начинается с ИБО, КИ, КАЦАР, коротка, а МАЦА, МАЦА с буквой АН, АН с буквой Г, это никакая не МАЦА, которую мы видим в Песок, это МАЦА, это ПРОСТЫНЯ, коротка простыня, МЕ-И-СТ-А-Р-Э-Я, от того, чтобы расправиться, ну, растянуться, о, коротка простыня, от того, чтобы растянуться, то есть настолько короткая простыня, что на ней растянуться невозможно. Ну, может быть, можно свернуться калачикам. ВЯ-МА-СЭ-ХА, А ОДЕЯЛО ЦАРА УЗКОЕ МЕ-ИТ-КА-НЕС Чтобы поместиться. Ну, метафора следующая. Вроде бы такое простое, но яркое описание. Мальдер говорит, что человеку предоставляется место для ночевки. И там простыня короткая, в длину она короткая. Да? Она широкая, достаточно, она короткая. И поэтому, когда ты кладешь, вытягиваешь ноги, они уже тебя не помещаются на простыне. Поэтому, что ты хочешь сделать? Ты хочешь, наоборот, ноги поджать, и вот так бочком лежать на этой простыне. Но тут другая беда. Одеяло очень узкое. Так? И когда ты пытаешься накрыться этим одеялом, если бы ты был вот так вот, полностью вытянутым на кровати, тебе же еще одеяло бы как-то хватило. Но ты же хочешь, наоборот, поджать ноги, поэтому одеяло уже точно не хватает. То есть, или ты протягиваешь ноги, и тебе не хватает простыни, или ты поджимаешь ноги, и тебе не хватает одеяла по ширине. Или сюда, или сюда. Или так, или ся. То есть, и там не получается, и здесь не выходит. Снизу не годится, и сверху не годится. И это сейчас Мармин говорит, что будет описано, как уничтожены ассирийские полчища Санхирива, как Санхирив будет уничтожен вокруг Херушалаима, что как бы земля будет грохотать снизу, и небо будет на него там гневаться. То есть, снизу и сверху у него будут проблемы. Но что Талмуд говорит на эту тему, это просто поразительно. Еще раз. Простыня коротка, чтобы на ней растянуться. Вообще другие вещи. Оказывается, это какой-то шифр. Парок Ишайя. Ну, я прочитаю вам все-таки. Гемора известнейшую, да. Как вообще все было организовано. Гемора, это Талмуд, рассказывает про царя Минаше, который убил пророка Ишайяу, своего дедушку. И вот это все тут излагается. Да как он его убил, и какие были дела, и что сначала он делал одного идола, потом еще, еще, еще. И дальше перечисляется, как вообще это все произошло. Подвиги наших царей. Царь Ахаз, соответственно, дедушка Минаше, и отец царя Хискияву, он поставил идола на галереи храма. То есть он его прямо на пол в храме не поставил. Он внес его, знаете, там были такие галереи внутри. Может быть, даже было не видно этого идола. Он его там поставил. Но это уже было для него страшным удовольствием невероятным, такое, что он вместо вот этой еврейской святости заткнул идола. Как сказано, значит, что жертвенники, которые, Альгак Алья Тахаз, что у него были жертвенники на галерее Тахаза, и из этого учатся, что он поставил на галерее идол. Минаше, его внук, поставил идола Бегейхаль, то есть в святом помещении храма. То есть там, где стояла минора, золотой стол и золотой жертвенник, посередочке он идола поставил. Это уже было, конечно, страшно. Я хочу вам сказать, они хуже нас. Вот эти, которые знали все, а они не делали. Мы вернемся к этому вопросу, кто хуже, да? Кто хуже нас и кто лучше нас, да? То есть он поставил прямо посередине, прямо в храме поставил. Как сказано, если мы это представили, Шира, он поставил кумирное дерево. Это не просто идол, это было дерево. Это была елочка. В лесу она росла, вот такая украшена, идолопоклонскими всякими штучками. Он эту елочку, ну это не елочка, конечно, была, елочек там не так много на святой земле. Скорее всего, это была пальмочка, а не елочка. Но так или иначе он ее туда втащил, да? Да, видимо, так сказать, в катке с землей, чтобы она, в лесу она росла раньше. Сейчас она будет расти у нас в храме, не дай Бог. И поставил ее в доме, про который Всевышний сказал Давиду, что там, значит, вот помещается имя Творца. Амун, следующий царь, так, он, сын Минаша, он поставил это в кодыша Кадыша, в святую святых. Он уже дошел до предела. Он поставил его в святую святых. Вы знаете, что его очень быстро зарезали, этого сына. Почему? Потому что это уже, как говорится, понятно, было совсем невозможно, даже для того, чтобы получать награду после, на наказание после смерти, нужно было его немедленно убирать и, значит, с этим идолом разбираться. И где же это написано? А это написано в нашем стихе. Потому что короткая простыня, чтобы вытянуться, и одеяло узкое для того, чтобы все туда, так сказать, вставить, все ноги. Простыня, одеяло, что такое? Что такое кацараматса меистарея, короткая простыня? Меистарея, вот это слово, меистарея, чтобы вытянуться. Оказывается, это такая загадочная аббревиатура, это как сокращение меистарея. Амара бешмольнахмейнра бешмольнахмейнра бешмольнахмейнг говорит, что вот эта простыня, она стала короткой, чтобы на ней могли вам властвовать шнейры им, два приятеля. То есть меистарея, это мистарер реим, да, то есть игра слов, чтобы они не властвовали два приятеля, какие-то и два приятеля. Если бы это не было написано прямым текстом в Талмуде, этого нельзя было произнести вслух. Два приятеля, это идол, и, извините, рядом у него будет помянут, ковчег со скрижалями, то есть Всевышний, да, наш Бог и кумирное дерево, Всевышний и идол, два приятеля, нельзя сказать. Как это вообще два приятеля? Что такое два приятеля? Ну, понятно, что речь идет на шритотам, речь идет по их мнению, как они это воспринимают. Они делали это в качестве потрясающего энергетического эксперимента. Для них был этот эксперимент. Что там есть ковчег со скрижалями. Величайшее чудо там, где можно было мерить с одной стороны, с другой стороны, не занимало места, потрясающая вещь, ковчег со скрижалями. И вот прямо туда, рядом с ковчегом, поставить эту мерзость, создать ситуацию контраста, контраста небывалого, жуткого контраста, перепада энергии. Вещь, которая стоит на вершине плюса, и прямо рядом с ней стоит вещь, которая на вершине минуса. Это физика такая, да, эксперимент такой, метафизика. Что будет? Как вообще? Это для них было просто интереснейшим моментом. Они получали огромное удовольствие, что они вот такую вот вещь учудили. И поэтому они называли эти два предмета, два друга, два приятеля. Плюс и минус. Стоят в одном месте. Два приятеля. А что тогда про одеяло? Оказывается, говорит Ременнессон, что когда он, значит, доходил до этого пасука, читал этот пасук, который мы читали, он начинал плакать. Мы с вами еще не начали плакать. А он прямо доходил до пасука, начинал. Почему? Потому что тот, про кого написано, что он собирает волны моря, что творец, он как бы так вот собирает волны моря, то есть вся природа, все самые огромные элементы природы для творца – это ничто. И что произошло? Про него написано, что у него, значит, одеяло для него узкое. То есть написано, что он как бы не мог уместиться в этой святой святых, тогда, когда туда вставили еще и кумирное дерево, когда еда туда принесла. Тесно ему стало в этом месте. Что это такое? Ну, вы понимаете, что, конечно, дворцу не бывает тесно. Речь идет о том, какой эффект это произвело. Вот этот вот потрясающий метафизический опыт, когда идеальный плюс сочетается с идеальным минусом. Вообще, в нашей жизни это редко происходит. Люди, которые, например, какие-то чудовищные злодеи, даже не психи, понятно, не больные, там, какой-нибудь маньяк, который просто сумасшедший, а не сумасшедший, и при этом прям злодей, убежденный злодей, человек, который совершает страшные преступления, он редко может находиться в одной, например, комнате, в одном месте с каким-то величайшим праведником, святым человеком. Это вещи, которые в нашем мире чаще всего держатся на расстоянии друг от друга, они плохо сочетаются. То же самое здесь, понимаете, ковчег со скрижалями, абсолютное благо, вот то, которое там стоит, невероятные силы вещей духовной, и туда, значит, специально прям вот туда затаскивают мерзость абсолютную, которая является совершенным минусом. И здесь написано, что это как будто бы становится тесно, место тесно. Почему? Не в смысле того, что ощущается, что тесно, но в смысле того, что это противоестественное положение вещей. Плюс и минус не должны находиться постоянно рядом. Они должны быть в разных местах. то есть есть какая-то темная сторона мира, есть светлая сторона мира, и самое страшное, когда ты их перемешиваешь. Ну, мы с вами неоднократно об этом говорили, и это знаменитые шутки на эту тему есть. Да, что когда Ривка носила в себе близнецов, и она, если вы помните, ходила рядом с синагогой, так сказать, в Ешиве, в Ешиве, и видела, что ребенок прям один хочет выпрыгнуть в синагогу, в Ешиве. Потом она шла рядом с Долопоклонским заведением, и опять кто-то хочет выпрыгнуть. И она думала сначала, что у нее один ребенок. И что этот один ребенок, он вот так, вот, такую идеологию хочет, вот, в итоге, чтобы и Всевышний был, и идол был, и все было вместе. Чтобы, так сказать, интересоваться иудаизмом, и чтобы ходить в синагогу, но при этом вот это вот все делать, и всякие гадости тоже в этот же момент. И это страшная вещь, когда ты сочетаешь эти вещи. И успокоил пророк, и сказал, что у тебя два народа в животе. Один плюс, другой минус. И они мемеаихи пореду. Они из твоих чресл разлучатся. Чем он ее успокоил? То есть не то, что они всегда будут вместе и будут дружить и любить друг друга. Один будет в синагогу, другой выдал поклонство. Один будет помогать другим людям, другой будет воровать и убивать. И вот они все равно вместе. Нет. Такие люди не будут вместе. Они разделятся, разлучатся. И это хорошо. То есть то, что зло находится в одном конце, а благо находится в другом конце, это правильно. Они не должны сочетаться. Тем более в одной взятой еврейской голове, в винегре. Понимаете? Только сегодня у меня шел очень интересный разговор с одним посетителем, который пришел искать себе спутника жизни в синагогу. Это часто происходит. Знаете, что есть евреи, которые, несмотря на то, что они далеки от наших религиозных ценностей, они ищут спутников жизни именно в синагоге, потому что синагога это то самое место, где водятся евреи, они хотят именно с евреями связать свою судьбу. И я спрашиваю, ну как насчет наших вечных ценностей традиционных обстоятельств. И мне было сказано, что иногда зажигаем свечи по субботам, на осенние праздники ходим в синагогу. Я говорю, милый человек, понимаете, какая история? То есть, это, конечно, здорово, то есть, было бы, наверное, хуже, если бы вообще не было ничего. Но сочетание вот этого, сочетание светского образа жизни, когда ты делаешь все, нарушаешь все, что ты хочешь, но при этом помнишь, что ты еврей, зажигаешь свечи, ходишь в синагогу в Шанай и Кипур, это с какой-то точки зрения может быть даже и опаснее для тебя, чем если бы ты вообще ничего не делал. Потому что, когда ты вообще не здесь и вообще не понимаешь, что происходит здесь, ты как будто бы не на связи с этим, ты на той стороне мира. Но тогда, когда ты со всей вот этой вот дряни, которую ты оттуда тащишь, со всеми нарушениями, которые ты совершаешь, со всеми кошером, которые ты ешь, со всеми шабатами, которые ты нарушаешь, совсем-совсем-совсем, ты вот идешь в синагогу и считаешь, что все в порядке при этом, это может быть очень опасно, потому что ты пытаешься двух друзей, двух приятелей, Хас вышел называть их друзьями, то есть два противоположных элемента, плюс и минус, соединить в одной святой святых. Это очень-очень опасно, это тесно, это разрушает. И вот из этого пусука удивительная вещь. Почему я сказал, что это удивительно? Потому что в другом трактате, в трактате Йома написано, что во времена первого храма было и было поклонство, убийство и разврат, и за это храм был разрушен, как вам известно. Откуда мы учим, спрашивает трактат Йома на девятом листе, что во времена первого храма было и было поклонство? Вопрос, который вообще не постижим. Что значит, откуда мы учим, что во времена первого храма было и было поклонство? Это просто написано везде сто раз. Ахаз, Менаше, все децентральные. Это прямым текстом написано книге царей сто раз, что было и было поклонство. Боя за равеный Ашем, дел зло в глазах Всевышнего, военно Хахара Баалием, и он пошел за Баалами, за идолами, что за вопрос такой, откуда ты учишь? Оказывается, вопрос немножко другой. Не то, что откуда ты учишь, что было идолопоклонство, что идолопоклонство было причиной разрушения. И про трактат Йома приводит этот стих про простыню и одеяло. Понимаете, нашли стих, где написано про идолопоклонство. Ни одного слова здесь нет про идолопоклонство. Это очень сложная метафора. Написано, видите, что простыня коротка, дело узко. Где тут про идолов? Ничего. Это мы знаем, что это шифр, слово лист, миистаре, очень хитрое слово. Властвовать двум приятелям невозможно на одной простыне, как бы в одной святой святых. Затащили идолы, и там стоит еще автек, мы это все учим, это очень сложная вещь. Нет, этот посуд, из него мы знаем, говорит трактат Йома, что идолопоклонство было во времена первого храма, и что из-за него все разрушено. Почему? Именно потому, о чем мы говорим, что жуткая разрушительная сила возникает, когда не тогда даже, когда евреи просто убегают из синагоги, в церкви. Это ужасно, это катастрофа. Для этого человека, это очень разрушительно для мира, но все-таки это еще не конец света. Хуже, когда он не убегает из синагоги. Когда он прямо в эту синагогу тащит все вот это вот утворить, и все вот, все идолопоклонские, да, все прямо в синагоге размещает, и он говорит, у меня все будет сочетаться, все будет вместе, все будут дружить, и все в одно вот это вот это, в один и тот же винегрет, все ингредиенты свалят. Вот это вот, когда у тебя в святой святых стоит и ковчег, и не дай бог идол, вот это конец света. Это уже самое ужасное, потому что это стесняет это удар по всей гармонии мира, энергии, вещи, которые не должны стоять рядом, не должны сочетаться, должны быть на разных сторонах мира, ты их специально соединяешь. И вот это вот, из-за этого все рухнуло, из-за этого все было уничтожено. И так это, так это учится в трактате Йома. Замечательно. Вот. И дальше мы в 21 стихе как раз с вами увидим замечательное, интереснейшее место о том, как эта метафора про простыню и одеяло распространяется на ассирийского царя Сан-Хилиба и все его остальные дела. Сейчас мы немножко с вами поговорим про... Ассирийского царя. Как это все, вот, вот, то, о чем мы сегодня говорили, как оно увязывается? Для меня это были довольно отрывочные куски про, 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 машины. Сказать, машинка, один кусок, потом следующий кусок. Существует вот этот вот камень, машинка, который готов все исправить в этом мире. Что это означает? Он же ничего не исправил пока еще. Сейчас идет про руководство еврейского народа в старые добрые времена. Оказывается, сам факт того, что существует, машинка, существование идеи исправления показывает нам, что вот эти вот люди, начальники, хулиганы, они обязательно будут наказаны. Потому что если бы не было эталона, понимаете, с чем сравнить, то в принципе их поведение было бы не таким страшным. Я все время об этом говорю, когда мне начинают жаловаться на руководство какой-нибудь нееврейской страны. И говорят, что вот, они такие ужасные люди, они так страшно плохо себя ведут какое-то руководство какой-нибудь нееврейской страны. Я даже думаю, что вы догадываетесь о каком-нибудь речи. А я вот беру и проявляю лоякность к этому руководству. Почему? Потому что я не понимаю, откуда берется мысль, что там должен быть царик. Правильно. То есть, что они должны вести себя иначе. Откуда вообще берется такое предположение, что там, на этом месте должен сидеть ангел с крыльями? Он когда-нибудь там был? Вообще. Он на том месте когда-нибудь сидел ангел с крыльями? И даже если какой-то очень приличный, деликатный человек там попадал, в него сразу какие-нибудь народовольцы бомбой бросали. И все. И на этом очень быстро все заканчивается. Потому что нормальный человек там не ангел с крыльями. Это нормально. Для властителя еврейской страны не быть ангелом это норма. Маши, что не так в отношении еврейской страны. Еврейская страна, которая, так сказать, святая земля и связана с праведными людьми, там должно быть все хорошо, красиво. Там все должно быть свято. И поэтому говорит пророк Ешиев, есть Машиев, существует эталон исправления. И поэтому когда вас у вот этих начальничков, уродов будут сравнивать с Машиевом, вы будете выглядеть бледно на фоне исправленного правильного состояния Святой Земли. На фоне правильного состояния Святой Земли вы будете наказаны. И значит дальше идет про это наказание, что наказание будет постоянным. Сначала по утрам, потом оно будет без конца, без конца происходить. И наконец пророк Ешиев говорит, ну какая же причина этого всего? Неужели причина этого наказания только в том, что люди пьют и не занимаются судопроизводством? Конечно, то, что начальство пьет и не занимается своим народом, это безобразие. Но вот такое постоянное наказание как зарушение может прийти из этого? Нет! Есть еще более серьезная причина. Простыня и одеял. потому что в эти времена эти люди они мало того, что они выпивают и получают удовольствие от жизни. Придет время довольно скоро, когда их так сказать наследники идеологические затащат елку пальму наряженную прямо в храм. То есть они попытаются не только получать удовольствие от музыки, вина, девушек и так далее. Но еще получить извращенное удовольствие от разрушения гармонии мира. То есть они выйдут уже на высочайший уровень разрушения. И поэтому в итоге все действительно будет так, как здесь написано, будет постоянно уничтожаться. По поводу сотворения женщины. Как говорится, добрости от меня мужчины, говорила Кайса Акшрайкин, но я буду говорить о женщине. Если вы помните, мы остановились на том, что Творец собрался создавать человека Бецелем и Луким по образу Бога. Дальше написано загадочное речь. Боевра и Луким это Адам и Бецалм создал Бог человека по своему образу. Бецелем и Луким в образе Бога создал он его. Два раза одно и то же. Сначала Боевра и Луким это Адам Бецалм создал Адама с помощью образа своего, а дальше Бецелем и Луким с помощью образа Луким Всевышнего суда Бара создал что два раза его создавал сейчас. И дальше Захару Накива мальчика и девочек самца и самка прямой перевод самца и самка потому что Захару Накива мы с вами знаем это первичные половые признаки это самое жесткое определение для мужчины и женщины Захар это от слова мужской половой орган фактически Захар да а на мужской половой орган это память связано для кого-то это уже память уважаемый и дорогой ракон вы даже не представляете насколько вы правы с точки зрения глубокого смысла этой идеи мы с вами говорили почему эти вещи связаны почему эта функция мужская и слово память это одно и то же слово почему это так мы с вами говорили что пока функция работает и память работает если о чем вспомнить нет это потом а потом память начинает отказывать в этом все дело то есть эти вещи связаны то есть ясность головы и функционирование мужской силы они довольно таки хорошо завязаны друг с другом и поэтому когда голова у человека начинает уже быть неясной дряхлее человек это связан с этим другом так теперь а накива женщина в данном случае слово некив отверстие то есть фактически это название половых признаков захару накива самца и самку самый деликатный перевод не хочется переводить еще грубее понимаете это просто безобразие это будет просто ругательство а не перевод хотя это будет правильный перевод барау там создал их так спрашивается в Талмуде что это вообще такое все сколько раз он их уже создавал сначала он создал человека по своему образу потом по образу бога он создал потом самца и самку создал ну у нас с вами есть спор на эту тему связанный с опыта не дай бог это связано с тем что мы говорим с вами шеф-брохот у нас есть шеф-брохот 7 благословений которые произносят на свадьбе и там у нас есть два варианта или сказать два благословения про сотворение человека или одно так говорит Талмуд мы говорим два что это за два благословения во-первых поруха шемиллокин к вам йоцера создавший человек а потом а потом он который создал человека по своему подобию по образу и так далее два благословения которые говорят что всевышный создал человека зачем нужно два Говорит, значит, может быть, тот, кто говорит, что надо два благословения, он говорит, что было два сотворения, отдельных сотворения. Сначала создал мужчину, потом создал женщину. Может быть, так было. А второй, который говорит, что надо достаточно одного благословения про создание человека. Хада и Ециргава, что было одно творение, одновременно. Раз, все. Захар, Макия, мальчика с девочкой. Нет, говорит Аллу, неправильно. По всем мнениям Хада и Ециргава было одно творение. За раз он их создал, мужчину и женщину. Только что? Тот, кто говорит, что надо два раза благословения, Батар Махшава, мы идем за идеей Творца. То есть, у него была мысль создать двоих. Как говорит дальше Толмуд. А создал одно. Одно творение. Что это такое? Вообще, картина получается потрясающая. Творец собирается, как Алла Батар Махшава, поднимается к нему в мысль создать мужчину и женщину. Отдельно. Мы с вами знаем, что мысль Творца это страшная сила. Это не то, что наша мысль. Подумал и улетел. Значит, есть какая-то исключительная особая реальность, уровень реальности, на которой как бы мужчина и женщина не совершенно одели. Потому что Творец задумал их создавать совершенно отдельно. Не то, что брать кусок от мужчины и делать женщину. Он задумал их отдельно. Поэтому мы такие разные. Вроде бы написано, что женщина взята от мужчины, что она как бы элемент. То есть, мужской организм представлял собой некий монолит, из которого было выделено женское начало. Значит, они должны прям вот как сиамские близнецы друг друга понимать. И все. Никто ничего не хочет и не может понять. Женщина, как она мыслит, для мужчины это подчас просто закрытая книга. Вообще. То есть, человек живет с женщиной 20, 30, 40 лет. Каждый раз очередной поворот ее, так сказать, вот мышление и поступок очередной вызывает гомерическую реакцию. Почему? 40 лет ты уже задаешь эти вопросы. Почему? Сколько можно задавать идиотские вопросы? Уже не понимает. 40 лет не понимает. И наоборот. Женщина, 40 лет она с ним живет, каждый раз возмущается, как он себя ведет. Каждый раз заново она начинает возмущаться. Кого-то она никогда этого не видела. Кого-то она только вчера его встретила. Что это мышление такое вообще? Если она от него, так сказать, если они как бы две половинки одного целого. Как это может быть такое взаимонепонимание? Оказывается, поскольку творец задумал их отдельно. Задумал отдельно. Они были задуманы, как совершенно разные два творения. Поэтому, разумеется, полного взаимопонимания уже нет. Если творец что-то задумал, значит оно как-то где-то осуществилось. На уровне чего? На уровне вот этого вот разделения. Они разные. Думают по-разному, действуют по-разному. Теперь. Создает он их поедино. То есть, создает Адама. И потом выделяет из него женское начало. То есть, он создает общего человека одного вместе, женское и мужское. Потом создает из этого мужского и делает женское. Так? И что происходит? Задумал как две личности. Создал единую, а потом из этого единого опять создал две личности. Очень сложный процесс. То есть, в итоге он пришел к задуманному, что они разные, что они отдельные. Но только через единство. То есть, они в какой-то момент были едины. Поэтому что происходит? Вместе. Тесно. Врось. Скушно. Вот это вот. Вот это вот происходит. Именно поэтому. Что с одной стороны, соединение мужского и женского необходимо. Они тянутся друг к другу. Они хотят снова слиться. Они хотят быть едиными, как изначально. С другой стороны, постоянно, как два разных, которые были задуманы, как два разных, они никак не могут договориться друг с другом. Вот это вот, с одной стороны, центростремительная сила, с другой стороны, жуткая центробежная. И туда, и сюда. И туда, и сюда. И все одновременно. И поэтому она называется, это дальше будет сказано, мы дадим эзеркин эгдот. Помощь против него. Абсолютно, ну, безумное выражение, скажем. Женщина, которая помогает против мужа. Как можно помогать человеку против него? Вот так вот и можно. То есть, она ему как бы помогает, но это все время против. То есть, как бы вот к нему, в его сторону, но это все против него. И вот, как вот, что главное? То, что она ему помогает, и решили, что это против. И то, и другое, главное. И все это одновременно. И пойди, пойми, разберись. То есть, вот эти вот две силы, они постоянно вместе. И вот эта вот идея Захарова Мгива-Бараута. И дальше сказано, что Ваевареху-Таму-Ким благословил и Всевышний, Ваёмерла и Валахим, и сказал им Всевышний, Пру-У-Ру-У, плодитесь и размножайтесь. Милует Ара Святишова, наполняйте землю и захватывайте ее. Это ключевое слово «захватывайте». Что значит иметь «захватывайте»? Вот это хороший вопрос, что имеется. Ну, давайте на секундочку разберемся. Не-не-не. О чем идет разговор? В принципе, сегодня весь прогрессивный мир, западный мир, борется за то, чтобы женщины делали все то, что мужчины. Борются за то, чтобы в поведении и в позициях, как в карьере, так и до какой-то степени даже в семейной жизни, разницы между мужчиной и женщиной не было. Кто везет, тот, кто голодный. Кто моет посуду, по очереди. Кто это? То есть, все, я не говорю, что это плохо, это черта времени, очевидно. Вот эта эмансипация, это черта времени. Теперь, если бы так было задумано, если бы такое было бы заложено в программу творения изначально, то вообще бы все абсолютно выглядело бы иначе. В чем дело? Дело в том, что у нас женщины не ходят в армию. Это где-то у нас. Хороший вопрос, где у нас. Даже очень сложно сказать, где у нас. Потому что у нас на святой земле женщины, да, ходят в армию. Но оказывается, что это категорически неправильно. Даже не потому, что дело не в галахе. Дело не в том, что они там творят. Эти мальчики и девочки будут очень месиво. Даже не в этом. Не женятся потом. Некоторые, да. А некоторые каждый день. Прямо женятся и женятся без конца. То есть, о чем идет разговор? Что вот этот вот способ самоутверждения для девушек, которые в штанах с автоматом ходят, так сказать, и защищаются в свою страну. С одной стороны, для многих людей это выглядит просто прекрасно. Все восхищены этими девушками. И вот такие потрясающие девушки с автоматом. С другой стороны, понимаете, говорит тому, что мужчина, он обычно захватывает. То есть, здесь написано, да, что вы должны наполнять землю и захватывать. Но бы они не ходили бы, парни. Ну, такая ситуация военная. Это отдельный разговор. Почему и что, да? Но факт в том, что мужчина, говорит, талун захватывает. Мужчина с оружием ходит. А женщина никуда, никого не захватывает. А некоторые не ходят. Она вроде как сидит дома женщине. Вроде как. То есть, она создала так, что она привязана больше к дому, она внутри, а мужчина идет туда-сюда, за добычей, на охоту, да. То есть, вот, общая идея всегда была такая. И поэтому что? И поэтому мы с вами знаем, что женщины свободны от исполнения заповеди плодиться и размножаться. Потому что в этой фразе плодитесь и размножайтесь, написано не только плодиться и размножаться. Тогда бы все были обращение к обоям. Да? Боеварахута, благословим их. Боеварахута, я бы сказал им. Кому им? И мужчине, и женщине. А вот. Проводитесь и размножайтесь. Женщина обязана. Нет. Потому что дальше сказано, наполняйте землю и захватывайте. Невозможно, говорит Талмуд, потребовать от женщины, чтобы она что-то захватывала. И еще как. Сейчас? Да. Но в нормальные времена, не боюсь этих слов, нет. В нормальные времена, когда существует определенная культура воспитания женского пола, дама гораздо более мягкая, гораздо более ранимая, гораздо более тонкая. И она дома больше, она, так сказать, занимается домашними делами. Она не ходит с автоматом. Потому что если бы она была задумана так ходить с автоматом, то вообще все было бы иначе. Она была бы обязана исполнять заповедь планицы и размножаться, как мужчины. И тогда вообще вся жизнь по-другому будет устроена. Понимаете? Потому что обычный еврейский мужчина ищет себе невеста, она такая скромная, где-то там находится. Вот. И он приходит, и сватается, и вот с этой невестой знакомится. Она такая вся недотрога, потупит взор. Все вот это, да? Это вот все как оно. Почему? Потому что она не обязана ничего. Одна из причин вот этой всей скромности и неинициативности, что она не обязана планицей и размножаться. Она вообще не обязана выходить замуж. Обязанности выходить замуж у нее нет. И поэтому что? Муж, мужчина должен планицей и размножаться, должен оставить после себя, после себя. Поэтому он за ней бегает. И она так вот туда и сюда, и так и сядь, в общем. Да и дорогое колечко, короче. То есть, в общем, она еще подумает, если бы они были в равном положении, если бы была бы эмансипация, если бы эта женщина ходила бы с автоматом туда-сюда, это было бы нормально, то совершенно была бы другая ситуация. Она бы приходила к мужчине и говорит, знаешь что, у меня есть заповедь планицей и размножаться, ну иди сюда. И ничего в этом не было бы плохого. Потому что, если у тебя есть митцва, ты же должен ее делать. А как ты будешь ее делать без мужчины? Поэтому она пошли. Для нас, в принципе, представить себе скромной, веской девушкой, в особенности не какая-нибудь там уже дама с опытом, а скромная, веской девушка будет ходить и говорить, так, мне вот тот нравится, а ну-ка иди сюда. Для нас это абсолютно безумие, мы как бы привыкли к другим отношениям, к другому подходу к этому ко всему. К чему я все говорю, что в принципе идея вот этой вот нетронутости, этой скромности женской, она на самом деле заложена в генетический код творения. Именно потому, что женщина не обязана. Не обязана бегать за мужиками и спросить их ее оплодотворить. Нет такой обязанности. А если бы вот это и автомат, и все вот это, вот это было бы все правильно и возможно. То есть, если бы она была равна мужчине в этом смысле, то она тоже могла бы захватывать, тоже могла бы быть спецагентом, и вот это вот стрелять во всех, и взрывать всех и так далее, как это сейчас показывает, в кино. Понимаете? То есть, если бы это было так, эмансипированная женщина, то совершенно была бы другая, она была бы другая. И сейчас мы видим, что она таки, да, становится другой. Эмансипированная женщина, она другая. Вот этой, знаете, скромности, беззащитности, то, что для настоящего мужчины очень важно. Потому что, когда ты видишь эту скромность и беззащитность, ты хочешь ее защитить, эту женщину, ты хочешь позаботиться о ней, да, этого очень часто просто нет. Потому что она очень хорошо может о себе позаботиться, и не только о себе, она может руководить там, кем-то на производстве, она может орать на кого-то, это самое, семиэтажным вот этим вот руководителем быть, значит, и командовать людьми. То есть она совершенно уже другое существо. И бедный мужчина из-за этого тоже начинает генетически меняться. Он тоже начинает уже совершенно по-другому. Потому что, ну вот как, как иметь дело с такой женщиной, которая все знает, все умеет, которой на самом деле никто не нужен, у нее карьера, она самодостаточная, и вот ей уже 35, часы тикают, и она решает родить одного ребенка. Может быть, с тобой. он уже чувствует себя как дана, да? То есть, вот эта вот сила захватывать, которая в ней появилась, против природы, она уже выходит наружу, потому что теперь она заказывает музыку, она решает, она берет его за газ, иди сюда, да? И это совершенно другие отношения. Я сейчас даже не буду говорить плохие они или хорошие, дело не в этом, это просто не то. А в Торе написано, что будет там? Сказали, что изменения будут? В Торе написано, потому что все идет к тому, что все изменяется. В Торе написано, что так-таки нельзя делать. Нельзя. Мы знаем, что идея Лотиекли Гевера, Лоилбаш Гевера, 17, что мужских инструментов не должно быть на женщин, и что мужчина не одевался в женское платье, и так далее, эта идея очень широкая. Она не связана, так сказать, только с тем, что там женщине не надо одеваться как мужчине, и мужчине как женщине. Она связана вообще с поведением, с формой поведения. Например, мужчина, который удаляет из себя седые волоски, он нарушает закон из-за этого, потому что так делают женщины. если сейчас все это становится с ног на голову, если вообще все переворачивается, если совершенно по-другому строится отношение полов, то мы здесь видим страшную вещь, что элемент, средний элемент творения, о котором мы говорили, он как бы выключается. То есть, творец задумал создать двух разных, и как будто создал двух разных. Не то, что он создал единое целое, и от мужского была отделена женская половина. Не, получается сегодня, что как бы этот элемент не берется вообще в рассмотрение. Женщина сама себе хозяина. Она сама себе голова, она совершенно отдельно, она, значит, обложена своими перечтями со всех сторон, и попробуй к ней подойти. С ее зарплатой 85-100 тысяч долларов в год, и вот это вот она такая вся из себя совершившаяся и сложившаяся личность, вот и бедный этот мужчина, который зарабатывает 50 тысяч в год с трудом, он, значит, уже не знает, как с ней разговаривать. Она говорит, вот там сиди, и все. Это другие отношения, другие люди. То есть, в смысле гармонии мира это разрушительный процесс, который ведет действительно в никуда. Он ведет к огромным этим из фантастических фильмов инкубатором, в которых в стеклянных колбах зреют дети. Потому что следующий шаг женщины сказать, почему надо 9 месяцев вынашивать детей? Даже один раз, даже какого-то несчастного ребенка в позднем возрасте, когда уже часы тихают. Я это вообще не хочу. Я сдаю свой материал. Вот тот парень мне нравится, пусть он тоже сдаст материал. Вот эти дети в колбах и прыгают. Прекрасное будущее человечества. Последний шаг. Почему? Потому что вот это все же как бы видите, это же связано с заповедью плодиться и размножаться. Когда все правильно устроено, когда мужчина дающий начало, женщина принимает, когда женщина не меряется с ним силами, когда это все правильно устроено, дающий начало. Дай мне плечо. Да, да, да. Дающий. Дать с тобой плечо. Да. Когда все правильно устроено, тогда правильно устроено деторождение. Все естественно. Происходит естественно. Женщина несет плод и рожает его. Когда это уже никто не хочет делать естественно и правильно, последний бастион это самое и есть, это деторождение, которое все сейчас об этом говорят. Все эмансипированные женщины говорят скорее-скорее. Когда же наконец наука дойдет до того, что это отвратительное старое действие, атаизм беременности, роды прекратит свое существование. Когда мужчины начнут рожать. Нет, это другое право. Это уже переход, так сказать, в зазеркалье. То есть, когда все вообще стоит со снов на голову, все переворачивается. Но даже если этого не будет, тогда все равно все будет нивелировано. То, что мы говорим. Это интересно, почему Творец создал мужчину сначала, а не женщину? И женщину и мужчину. Было бы плащу, может быть, а? Нигде нет такого, так сказать, объяснения. Понятно, что это связано с тем, что сначала был Бог, а потом мир. Сначала было дающее начало, а потом сосуд. И это нормально. То есть, когда есть дающее начало, создается дающее начало, и к нему создается сосуд. А не то, что создается сосуд пустой, просто так. Значит, Бог это все-таки мужское? Конечно. В смысле, дающее. Да. А мир он принимает. Поэтому отношение еврейского народа с Творцом, это отношение жены с мужем, как бы, да? Это известная вещь. Поэтому, конечно, нужно создать сначала силу, которая к чему-то прилагается, и точку приложения для этой силы. Потому что, если ты создаешь просто точку приложения, силы нет, получается, в пустую, да, в пустую создал точку приложения, в пустую создал стакан, в который нечего налить. Это неправильно. Сначала создается кофемашина, а потом покупаются стаканы. Принес стакан, я поставил, что у них будешь наливать, да? то есть дающие начало сначала.